Учение Аркадия Наумовича Петрова «Древо жизни» Зодиакальные лучи Лазоровый луч Лазоровый луч нормирует работу сердечной чакры. С биологической точки зрения сердце – феномен поразительный. В зародыше оно начинает формироваться раньше мозга. Ученым до сих пор неизвестно наверняка, что вызывает это самовозникающее сердцебиение. Сердце откликается на эмоциональные и ментальные воздействия. Когда мы испытываем такие низкие эмоциональные реакции, как гнев, разочарование, тревогу, неуверенность, то ритм сердца становится несогласованным или неровным. Прерывается связь между сердцем и мозгом. Негативные эмоции создают цепь реакций в теле, кровеносные сосуды сужаются, кровяное давление повышается и иммунная система ослабевает. Такого рода устойчивое нарушение равновесия может привести к перенапряжению сердца и других органов и вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Когда мы испытываем такие сердечные эмоции, как любовь, забота, признательность и сострадание, сердце работает в равномерном или спокойном ритме, усиливая связь между сердцем и мозгом. Позитивные качества сердца дают гармоничные ритмы, приводящие к эффективной работе сердечно-сосудистой системы и к равновесию нервной системы. Это также дает благотворный эффект и повышает иммунитет и гормональный баланс. Способность головного мозга перерабатывать информацию и принимать четкие решения находится под влиянием того, как мы эмоционально реагируем на каждую данную нам ситуацию. Сердечная чакра – одна из основных в процессе преображения. У материалиста – самый сильный энергетический центр, низший, связанный с Луной. У интеллектуала – высший, относящийся к ментальному плану. А у посвященных – средний, который контролирует как ум, так и тело. Что человек мыслит своим сердцем, тем он и является. Мозг соединяет жизнь с формой. Воспроизводительный центр умножает формы жизни. А духовный центр находится в середине древа жизни. И он аналогичен сердцу человека, когда в нем достигается сердечная осмысленность. Человек и окружающее его пространство являются единой, неразрывной системой жизнетворения. Концентрации сознания и его повелительные регуляции в ментальном плане организации человека вызывают преобразования и сдвиги как в тонком духовном плане, так и в пространстве физическом, материальном. Пространственно-оптические явления проявлены в человеке энергетическими центрами, чакрами. И через коррекцию чакровых процессов можно кардинально менять ситуацию и по здоровью человека. Потому что в каждом человеке скрыты начало всех начал деяний человечества. Свет един, а цвета – это грани функциональной системы, которые очень подвижны, динамичны, но самое главное – взаимосвязаны. Внося корректирующие действия в любую из чакр, достигается корректирующее воздействие по всему организму. Но прежде всего нормируется тот орган, который напрямую связан с чакрой, подвергшейся воздействию. Чтобы нормировать работу сердечной чакры, даем на нее специализированный луч настройки – лазоровый луч. Он тонкий, как игла, и входит в чакру горизонтально. Луч сильный, равномерный, и в нем нет ощущения скорости, но есть ощущение проникающей способности. Этот луч начинает свою работу с нормирования метрального клапана. Когда работа начинается, сердечная мышца освещается последовательными волнами света, разноцветием. Когда луч коснулся сердца, сердце превратилось в сияющее солнце. Когда луч стал входить в изумрудный кристалл, то возникло отслепительное, как от электросварки, излучение, и пространство сразу расширилось, а вокруг человека обозначился розовый контур. В крови появились маленькие сердечные кристаллы и стали танцевать. От их танца вся кровь наполнилась радостью сопричастия жизни. В сердце от центральной точки пошли вширь концентрические волны и обозначили новые пространства миропонимания. В работе луча задействованы все эндокринные железы. Сначала нормирование шло через гипофиз, потом через щитовидную железу. Затем луч активировал тимус. Работа тимуса напрямую связана с работой сердечной чакры. При нарушении работы вилочковой железы у человека наблюдается и диагональное прерывание передачи энергетического сигнала в сердечной чакре и, как следствие, не корригируют, то есть не согласуются поперечно-волновые частоты колебания. До взаимодействия с лучом тимус был, как бабочка, свернувшая крылья. Но едва луч коснулся вилочковой железы, крылья стали расправляться, наливаться силой. После этого луч снова вернулся в сердце и стал его активизировать. Благодаря лучу выстроились все внутренние контуры проводящей системы, мышечной системы. Через образы ментального плана выстраиваем в сердце образ изумрудного кристалла и вводим в него лазоровый луч вместе с числовым рядом. 9, 1, 8, 5, 4, 6. В этот момент сердце стало пульсировать своими желудочками в унисон пульсации правого и левого полушария мозга. После этого сердце стало расти и весь человек стал как одно большое сердце. И послышалась такая родная, такая замечательная песня «Сердце, как хорошо, что ты такое!». Большой и малый круг кровообращения наполнился веселыми мультяшными смешариками, которые приступили к работе по очистке крови. После их работы все стало светлым, чистым и ясным. Повысилась эластичность сосудов. Возросло число серебристо-голубоватых сфер. И в сердце появился образ большого алого цветка – розы. Произошли изменения и в сфере мышления. Там стало больше добрых мыслей. Сознание стало сфероидальным. От него пошла информация о молодости по всему телу. И тело стало откликаться и омолаживаться. От гипофиса пришла команда – восстановление гармонии через гормоны. Кристалл вращался и голографически выстраивал все структуры сердца, по которым шло нормирование. От большого кристалла постоянно шли импульсы в виде маленьких изумрудных кристалликов, которые внедрялись как в структуры сердца, так и в другие органы. Он их сгармонизировал, выровнял по энергиям взаимодействия. Оживился костный мозг, селезенка. Снизилась вязкость крови и повысилась ее реагентность. Раскрылось пространство сердца, и из него стали выпадать мутные кристаллы сознания, которые осложняли взаимодействие органов и систем. Потом луч опустился в землю и вошел в сердце земли, которая тоже нормировалась от этого взаимодействия. Из сердца земли он стал подниматься наверх, через копчик, через позвоночник, взаимодействуя во время подъема со всеми чакрами организма. Нормой энергетики осветился Тимус. Луч поднялся в гипофиз и вышел в космос, где отразился в большом звездном человеке. Большой звездный человек – это Адам Кадмон, новая программа развития, человек космический. Отраженный луч опять вернулся к человеку земному, неся в себе эталонную матрицу преображения. Эта матрица легла на сердце световой решеткой. Решетка начала светиться, и на правое плечо человека сел белый голубь. От световой решетки пошли волны дефибрилляции. Сердце получило информацию жизни, и она потекла светом по всему телу, а само сердце превратилось в сияющее солнце. С вами была Ирина Иванова.